Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжим с вами серию фильмов «Учимся вязать мушки». По вашей просьбе мы сегодня изготовим очень актуальную мушку, которая практически сухая и мокрая, в зависимости от того, как вы ее будете исполнять. Меня просили, чтобы я конкретно изготовил под уклейку. Давайте мы начнем, а я в процессе вам буду рассказывать. Крючок, как вы видите, настолько мизерный. Это 22 номер серии Gamakatsu F11-3F. Я бы вам, допустим, советовал начинать изготавливать из хотя бы номера 18-16. Если нет такого крючка, можно использовать вот такой серии. крючок, но тоже крючок 16-18. Если, допустим, нет, подойдет для этой мушки Gamakatsu F11-4F. Подберете для себя сами. В принципе, это можно. Любой крючок, который вы для себя сочтете необходимым. Одно важное условие. Он должен быть выполнен из очень тонкой проволоки. Это раз. Второе. Мушка наша рассчитана для поимки, ну, очень мелкой рыбы, поэтому желательно, чтобы материалы закреплялись достаточно хорошо. Поэтому переходим к основному вопросу. Вот такой величины мушки уже считается микро-мушками. Для этого потребуются соответствующие материалы. Я уже неоднократно вам показывал. Если взять вот стандартную нить, как вы видите, она достаточно толстая по сравнению с тем, чтобы изготовить нам тело. Я применяю свою нить. Как видите, ее толщину. Поэтому, если у вас нет возможности подготовить какую-либо нить или же какие-либо материалы, пожалуйста, возьмите со старых колгот вытащите нитку. Это достаточно хорошо. Первое время вам поможет связать мушку, ту, которую вы для себя хотите. В качестве тела мы будем использовать вот я подобрал специально вот такое с не очень хорошей опушкой перо павлина. Дело в том, что зачастую, когда мы покупаем всевозможные вот такие наборы, иногда попадается перо, которое не в том смысле, что оно плохое, вот как видно, что уже, а оно другое. У него может быть несколько из старого фазана или передержанное перо. Поэтому, я всегда нахожу применение тому или иному перу в зависимости от того, какую мы делаем с вами мушку. Ну и как обычно, берем теперь буквально капельку клея или лака. Отвечаю сразу на ваш вопрос. Здесь, почему я использую почти всегда клей достаточно хороший, так как нитка сама по себе достаточно скользкая. Но если ее закрепить на цевье, то она достаточно хорошо уже потом держится. Значит, теперь, что я делаю? Дошел, подкрепил немножко, дальше не проматываю. И теперь мы с вами будем крепить те материалы, которые нам необходимы. Нам нежелательно выполнять большого нагромождения, так как она должна первое время плавать, а потом при намокании пера она уже, как говорится, начинает тонуть. я беру вот по остаткам. У меня есть вот такое перышко, которое было из скальпа курицы Себрайта. Подобрал самые-самые мелкие и самые мягкие бородки, какие только я могу себе подобрать. Значит, хвостик желательно изготавливать из очень-очень мягкого пера, для того, чтобы при всасывании рыба не чувствовала сопротивления. То есть, петушиное перо, друзья мои, уже не годится. Хвостик должен быть не сильно большой, но достаточен для того, чтобы поддерживал нашу мушку в определенном положении. Поэтому хвостик должен быть чуть меньше длины цевья. Я вымерял длину и теперь от точки, где мы остановились с вами крепить нить, я беру и уже начинаю прихватывать свое перо. Не доходим до загиба. Удаляем материалы, чтобы нам не мешали. Берем следующий материал. Нам с вами понадобится обязательно чем-то просегментировать, сделать привлекающий элемент. Я уже показывал достаточное количество раз вот такой люрекс. Поэтому я его подхватываю здесь и уже теперь вместе с люрексом поддерживая наш хвостик, мы должны подвести к той точке, которую мы считаем уже достаточной для того, чтобы был наш хвостик. Вот у нас хвостик. Мы его вот так можем распушить, как нам будет удобно. Оставляем. Берем теперь наше перо, которое мы подготовили. Если у вас возникают какие-либо вопросы и вы видите, что достаточно лохматое перо, пройдитесь немножечко ластиком. По всей длине, вот сколько я считаю, как вы видите, буду крепить свое перо, для того, чтобы не было скомканности материалов. Подхватили наше перо и теперь уже стараемся виточек к виточку подхватить аккуратно наш материал. доходим до места, где мы будем крепить уже нашу опушку. Здесь я, как обычно, выполню хотя бы один или пару оборотов нашей нитью, для того, чтобы она никуда у нас не убежала. Мушка должна быть легкая и в то же время достаточно крепкой, поэтому и обладать хорошей плавучестью. поэтому материалы вы сможете подобрать для себя допустим сами, можно просто ниткой изготовить тело, можно просто одним люрексом изготовить тело. Я уже изготавливал неоднократно очень много есть у меня на канале как раз фильм там сухарик я изготавливал с красненьким таким хвостом, он достаточно тоже хорошо в мелком варианте подходит для поимки нашей уклейки густеры красноперки. Вот такое вышло слегка лохматенькое тело, его вполне достаточно как вы видите по величине нашего крючка. Удерживаем наше перо, подхватываем теперь все материалы и закрепим. Остаток пера я удаляю сразу, чтобы мне не мешал. Как говорится здесь материалы не очень все хитрые, но с другой стороны необходимо немножечко нам помучиться, так как для микромушек скажу сразу требуются как всегда свои материалы. Выберем шаг, с которым мы будем с вами сегментировать тело. 5, 6, 7, 8 оборотов. Это вы выберете для себя сами не столь принципиально. И теперь подхватываем опять в замочек наш люрик. Стараемся много не проматывать, так как головку нам не желательно утяжелять. Удаляем остатки. Обязательно наносим капельку клея. Если есть лак, нанесите лак. И переходим к самому теперь основному больному вопросу. Это из чего выполнять опушку? Скажу вам сразу, что касается допустим определенных мушек, можно допускать там и куриное перо или допустим перо петуха несколько мягкое, но как вы видите, если мы с вами изготовим опушку из такого пера, наша мушка будет все время плавать, погружаться этой частью в воду и быть как эмиджер. Я не хочу такую мушку, я хочу, чтобы у меня она погружалась полностью. Поэтому я подобрал, как вы видите, вот трудно было, но подобрал, чтобы бородки доходили до загиба или были несколько длиннее. Крепим теперь наше перо. Так как мы не можем с вами здесь выполнить большое количество оборотов, подождем пока наш клей подхватит перышко. Клей наш подсох, берем теперь перодержатель и аккуратно, так как перо ну очень-очень нежное. Выполним с вами друзья, посмотрите по своему перу один-два оборота. Это уже не столь важно. Главное, чтобы достаточно была плавучесть нашей мушки и в то же время не было у нас скомканности материалов. Вот и все, закрепили. Теперь, как обычно, я уже вам неоднократно и показывал, и рассказывал. Теперь я убираю перодержатель. берем как всегда у меня вот есть типа такая вот ручка или же допустим, как у вас разные трубочки, делаем, уводим в сторону все наше перо и поддерживая выполним два-три вот так вот оборота. следим за тем, чтобы перо не попадало. После того, как мы изготовим уже здесь импровизированную головку, покроем лаком, тогда только надо удалять перо, так как перо у нас выполнено более жестче, чем наша нитка и все наше тело. Мы сможем с вами вырвать все оставшиеся части. Давайте изготовим, потом продолжим. Мы с вами буквально нанесли капельку лака и теперь так как я вам уже неоднократно вы спрашивали, если мы будем вот в таком положении, не касаясь пальцами тисков наносить лак, у нас будет рука играть, поэтому я держусь рукой за тиски, фиксирую вот так пальцы и только лишь вот после этого я начинаю наносить лак. Значит, поэтому как бы мы ни старались, у нас руки все равно будут дрожать. Совсем-совсем немножечко, только лишь следим за тем, чтобы не залить наше колечко. вот, друзья мои, как вы видите, мы с вами изготовили очередную мокрую мушку, которая в большей степени все-таки она мокрая. если при падении на воду вызывает интерес у нашей рыбы, ну, не знаю, кого напоминает или кого они, допустим, классифицируют с этой мушкой, скорее всего, любое насекомое, которое случайно попало в воду. В мокром варианте, это уже я проверял неоднократно, ее можно изготавливать и с подгрузкой, поэтому спокойно берет окунь, было даже у меня случай, что брал амур, поэтому пробуйте, экспериментируйте, как вам будет удобно. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч! встреч!